Всем привет! Меня зовут Антон, и я расскажу вам про интенсив для разработчиков DodoEase, который закончился две недели назад. Зачем нам был нужен интенсив? DodoEase — это очень сложная система, в которой десятки сервисов, сотни или, может быть, тысячи уже компонентов, сотни серверов, и когда новый разработчик приходит, ему нужно, во-первых, ориентироваться во всем этом богатстве, а во-вторых, ему нужно понимать логику решений, которые уже давно были приняты. То есть, например, мы отказываемся от хранимых процедур, мы распиливаем монолит, мы не используем URM, и новым разработчикам надо это все понимать, чтобы не совершать тех ошибок, которые мы уже совершали в прошлом, и которые нам довольно дорого стоили. Ну и кроме этого, у нас уникальные процессы. Мы стали первой компанией в России, которая внедрила LessHuge, но мы внедряем его не ради того, чтобы просто лыбочку себе повесить, да? Мы внедряем процессы для себя, потому что они имеют для нас смысл, и они, в общем-то, отличаются от методичек. У нас много своих особенностей, и новым разработчикам надо тоже эти особенности понимать. То есть, им нужно, ну, знать основы, надо понимать там, что такое фича team, почему у нас один бэклог, как устроены наши взаимодействия между командами, и как они могут повлиять на эти процессы. Вот. У нас 250 разработчиков будет, ну, такая у нас цель глобальная, но мало нанять разработчиков, важно их еще встроить в наш процесс, нужно их познакомить с командой. Ну, то есть, нужно вообще понять, в какую команду лучше всего этого разработчика пристроить, какие навыки у него уже есть, и какие навыки он хочет у себя развивать. Вот. И раньше мы эту задачу решали при помощи школы, при помощи DevSchool, да, школы разработчиков. Как вы помните, за последние два года мы провели уже четыре школы, в принципе, были хорошие результаты, но есть одна проблема с школой разработчиков. Она длится три месяца и выпускает в среднем десять человек. Вот. И я помню, после последней школы мы с Сашей Андроновым сели и начали составлять, а что бы мы еще хотели добавить в эту школу, ну, чтобы разработчик, ну, как бы, лучше погрузился прямо в прикладные технологии, которые мы используем в DodaEase. И мы составили вот список этих тем по фронт-энду, по бэк-энду, по инфраструктуре. И если бы мы все эти темы включили в школу разработчиков, она бы у нас длилась год. Ну, понятно, что это не рабочие решения, и вот Андрей говорил про креативность, да, то есть вот такие, ну, сильные цели, они заставляют вас придумывать новые решения. Вот. Интенсив, он и стал таким новым решением, к которому мы пришли. Задача интенсива была какая? Во-первых, познакомить новых разработчиков с тем, что такое DodaPizza. То есть какая у нее структура, какие у нас есть, ну, цели, какие у нас ключевые люди, какие у нас принципы, в конце концов, да. Дальше, что такое DodaIT, какие у нас есть команды, по каким правилам они работают. Что такое DodaS, вот та самая логика ее развития, да, из чего она состоит, и куда она движется, и почему именно туда. Ну, и направление развития самого сотрудника, то есть что он уже сейчас знает, и куда он хочет развиваться. Вот такие были цели. Вообще, интенсив, ну, это я уже позже понял, вот сейчас, он похож на наш учебный центр в Сыктывкаре. Что такое учебный центр? Люди уезжают из родной семьи, из родного города в Сыктывкар и очень интенсивно обучаются, у них там домашние задания, да, вот они с утра до вечера учатся. Похожая вещь была на интенсиве. Конечно, в Сыктывкар мы разработчиков не отправляли, но мы их вывезли из офиса, сняли неподалеку здесь площадку, вот, и две недели с утра до вечера мы им рассказывали про то, как у нас все устроено. Мы выбрали шесть таких ключевых блоков, про которые им рассказывали. Это инженерная культура, архитектура системы, бэк-энд, инфраструктура, база данных и фронт-энд. У каждого блока был свой куратор, некоторые блоки длились два дня, ну, большинство один день. Вот это люди, которые проводили, либо помогали готовить интенсив, и вот эти разработчики, один из человек, половина из них новые разработчики, половина это уже довольно опытная. Вот они его прошли, давайте им похлопаем. В конце каждого вот этого блока разработчики заполняли self-assessment, то есть это тест, в котором они сами оценивали свои скиллы. Ну, вот, например, мы прошли инфраструктуру, они узнали там 25 новых терминов, и они оценивают, как они эти технологии знают. Причем этот self-assessment у нас тоже три раза менялся по ходу интенсива. Вот это первая версия слева, вот это последняя версия, очень упрощенная. Но это тоже не последняя, мы ее тоже будем менять еще и дорабатывать, потому что она, ну, что-то слишком простая получилась. Значит, что мы поняли из интенсива, какие мы ошибки совершили? Во-первых, темы были явно неравномерные. То есть в какие-то дни ребята упахивались с утра до вечера, в какие-то дни, ну, они уходили там на 2-3 часа раньше. И мы поняли, что многие темы были у нас пропущены. Например, не хватило информации о структуре Dodo, вообще о структуре компании. Оказывается, некоторые разработчики у нас не знали, что такое трекер, ну, новые, понятное дело. И мы это тоже, ну, как-то не включили в программу. Про синхронность нужно было рассказать побольше. Вот, но в то же время были вещи, которые нам удались. Главное, что, ну, все разработчики получили вот большую картину. То есть задачи интенсива не было дать им, ну, детальные, глубокие знания, да, по каждой теме, а познакомить со всем спектром технологий и инструментов, которые мы используем. И это удалось. Причем даже опытные разработчики говорили, что они узнали для себя очень много нового. И еще второе, ну, что очень хорошо сработало, это смешанная группа. Мы не только взяли разработчиков из разных команд, мы еще и взяли людей из инфраструктуры. Ну, сейчас это команда платформы. И это дало просто бомбический эффект, потому что ребята дополняли друг друга, вот, и давали, ну, просто вообще неожиданный взгляд на разные вещи. Вот. Главный результат интенсива – это то, куда разработчик хочет развиваться. И по итогам каждый из них выбрал для себя направление развития на ближайший месяц и рассказал об этом, что я вот хочу двигаться туда. И это не просто, ну, как бы слова, это уже, это уже начало осуществляться. Сейчас у нас вот спринт идет, мы в середине спринта, и в этом спринте уже, например, две команды – Game of Threads и бетономешалка, бетономешалка, взяли переписывать трекер на новом интерфейсе и на новом технологии, на реакте. Потому что они выбрали для себя вот это вот направление. Они хотят прокачаться во фронт-энде, и поэтому взяли себе трекер. Ну, вот здесь отзывы всех участников интенсива. Не все отзывы положительные. Видите, что-то не удалось, это здесь видно. Ну, будем улучшаться. Значит, какие следующие шаги у нас? Интенсив будет повторяться. Мы его будем делать каждый месяц. Причем он будет обязательный для всех новых разработчиков, ну и по желанию для существующих. Мы хотим составить скилл-мэп не только для тех людей, которые прошли интенсив, но и вообще для всех разработчиков. То есть у нас будет карта, где, ну, вы можете увидеть, какая команда сильна в каких-то скиллах, а в какой команде там чего-то не хватает, и вы можете ее, например, дополнить или пойти поучиться чему-то. И технология радар, то есть это карта наших технологий, которые мы используем и рекомендуем, или которые мы, например, не используем и почему. Но интенсив — это маленькая часть такого большого, ну, большой инициативы направлен на усиление нашего технического совершенства. По результатам интенсива мы получаем матрицу компетенций, мы будем готовить программу более глубоких тренингов по тем темам, которые нужны. Вот. И мы хотим сделать более, ну, более стройный, такой более сильный процесс ввода новых разработчиков в процесс, да, чтобы разработчик быстро погрузился в особенности, ну, Dodo is, и стал полноценным, уверенным разработчиком. И я рад сказать вам, что вот у этого последнего компонента у онбординга появился owner, и это я. Так что, если вы новый разработчик, и вам что-то непонятно в, ну, в вашем процессе входа в систему, да, или в наши процессы, приходите ко мне, я вам помогу. А если у вас есть идеи, как этот онбординг можно улучшить, если вы были в компаниях, ну, работали, где он был хорошо построен, приходите и, ну, поделитесь своим опытом. Я буду вам признателен. На этом у меня все. И слово передаю Федору. Да, раз, раз, раз. Спасибо, Антон. Засеките кто-нибудь две минуты, чтобы я не вышел на 10 минут. Значит, смотрите, у меня на самом деле всего две, две идеи, два предложения, две новости. Обе касаются съезда. Съезд, вообще, это одно из ключевых событий в нашем году. Это такой, знаете, финал некого годового спринта. Вот. И, собственно, вы знаете, что на съезде мы презентуем ключевые проекты. Каждый год мы рассказываем о том, что мы будем делать на следующий год, куда мы будем инвестировать наши усилия, наши ресурсы. И, собственно, ключевые проекты – это то, что мы делаем для всех наших стран, для всех наших рынков. Это как мы развиваем наш некий глобальный продукт в виде франшизы, системы, которая потом дистрибутируется на всех рынках, где мы присутствуем. И всегда идеи ключевых проектов, они рождались, наверное, для вас неизвестно где. Где-то там вот мы собирались, что-то думали, они появлялись. Сейчас я хочу анонсировать то, что каждый из вас, я напишу об этом подробнее в слэке, там, датах, может подумать внутри команд, родить и предложить какие-то идеи ключевых проектов. Ключевые проекты – это некие инновации, то, что будет двигать всю нашу компанию вперед. Поэтому я объявляю вот этот процесс, в этом году он будет открытый для всех. Вот, собственно, вторая новость тоже связана со съездом, она связана с командой DDS. Хочу предложить такую идею. Смотрите, мы, собственно, съезд – это финал годового спринта. Мы на съезде подводим итоги, что мы сделали, мы показываем, анализируем, что мы сделали за год. И то же самое мы делаем каждые две недели, мы проводим спринт-ревью. По сути, съезд – это такой для нас может быть большим годовым спринт-ревью. И я хочу предложить в этом году на съезде устроить онлайн живую демонстрацию продукта. Что это означает? Вроде как бы это деталь. Представьте, что со сцены, значит, оунеры наших продуктов в DDS выйдут и будут показывать, как реально работает продукт, реальный продукт на реальном боевом, скажем, окружении. И насколько, почувствуй, насколько это большая ответственность, что все работало. И баги, которые у нас бывают, вылетают на спринт-ревью двухнедельных, вылетят на сцене при полторы тысячи или двух тысячах в зале. И огромная аудитория, которая будет смотреть нас по, значит, ютубу не только в России, но и за рубежом. Мы переводили в этом году на английский, в онлайне на китайский. Вот, в этом году мы это сделаем все гораздо масштабнее. Поэтому такую идею закидываю, сделать такой смелый шаг. На самом деле я эту идею подсмотрел в AmasRM. AmasRM подсмотрели ее в компании, которую все знаете, называется она Apple. А когда, значит, разработчики, создатели продуктов в онлайне презентуют живой продукт. И это действительно мотивирует, когда ты понимаешь вот эту ответственность, что нужно будет сделать так и показать за год, что мы сделали, чтобы это все еще идеально работало. Вот, собственно, вот две идеи, которые, значит, я также еще напишу в слэке. Жду ваших обратной связи. Спасибо, всем хорошей недели. Все, принято.